Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN. Сейчас уже половина пятого вечера. Завтра в 4 часа по CET начинается прямая трансляция, за просмотр которой вы сможете получить максимум 3 ключа. Ну а послезавтра будет прямая трансляция, за которой можно будет получить 9 ключей. Ну и короче говоря, так по поводу всех трансляций. Я ждал того момента, когда вот здесь вот в новости добавят ссылки на тех авторов, которые будут комментировать данные прямые трансляции и просмотр через которых вы сможете проводить для того, чтобы получать эти ключи. Но как вы видите, до сих пор в новости обновления нет. Возможно появится позже. Я понимаю, что огромное количество игроков не знает, что им делать, но хотят получить эти бесплатные ключи. И решил заблаговременно рассказать, как можно найти эти трансляции без ссылок, которые будут добавлены либо в этой новости, либо будет новая новость выложена, в которой уже будет перечень авторов. Давайте сначала поговорим о том, если все-таки будут добавлены ссылки, они будут выглядеть следующим образом. Это будет название того автора, никнейм того автора, который комментирует. Ну и соответственно он будет выделен вот таким вот желтым цветом. Вам для того, чтобы посмотреть эту прямую трансляцию, необходимо будет нажать на эту ссылочку. Вас перебросит на официальный ресурс, который я вам сейчас покажу. И сразу попадете на страницу с трансляцией. Там будет указано время, через сколько начинается трансляция. Ну и что там необходимо будет сделать, я вам тоже сейчас расскажу. Есть еще один способ, как найти эти трансляции, не дожидаясь этих ссылок. Ну и соответственно заранее подготовиться к просмотру трансляции, чтобы ничего не потерять. Также в этом видео я расскажу по поводу того, какие есть подводные камни, какие есть лайфхаки от меня, которыми можно воспользоваться. Для чего они нужны, ну и как попытаться максимально уберечься от того, чтобы просмотрев трансляцию, не получилось так, что вы не получили свои заслуженные ключи. Итак, ребят, как найти трансляции? Способ следующий. Вы заходите в настройки. В настройках нажимаете поддержка. Когда вы нажали на поддержку, вас перебрасывает на официальный ресурс Wargaming. Ну и соответственно выглядит эта страничка следующим образом. Она будет выглядеть вот так вот для вас, если вы заходите с компьютером. То же самое в принципе будет и с телефоном. Но там есть нюанс в отношении поиска трансляций. И если вы хотите об этом нюансе узнать, обязательно посмотрите те видео, которые у меня уже есть на канале. И ссылочки я добавлю в описании. Там есть один маленький нюанс, как попасть конкретно на игру. Если вы заходите с компьютера и с компьютера будете смотреть, то тогда на вот этой вот странице, на которую вас отправила после нажатия на клавишу поддержка в настройках игры, вам необходимо нажать игры. В играх вам необходимо выбрать вот эту вот закладочку World of Tanks Blitz. И здесь, когда вы кликнули на нее, вам необходимо нажать на сайт игры. Заходите на сайт игры, вас перебрасывает сюда. И здесь сверху есть турниры. Нажимаете на турниры. И здесь в турнирах вы видите, вот они эти турниры. Первый турнир у нас будет через 2 дня. Второй турнир через 4 дня. И третий турнир через 8 дней. Вот этот вот турнир через 2 дня. Здесь будет 2 трансляции. Точно так же по АПАК будет это Азия. 2 трансляции. Ну и соответственно завершающие 2 трансляции. Тоже полуфинал и финал по Европе. Расписание трансляций вы видели в новости. Нажимаете на вот эту вот ссылку, окно. Называйте как хотите. И попадаете на запланированные трансляции Blitz Steelers Cup по Америке. Здесь вы видите пока добавленные. Возможно их количество увеличится. Видите тех комментаторов, которые будут комментировать. Вот эти ссылки. Выбираете любую, в зависимости от того, на каком языке вам удобнее смотреть. Ну и соответственно я покажу на первой попавшейся. Нажимаете на ссылочку и попадаете на страницу с трансляцией, через которую необходимо смотреть. Не смотрите ни в коем случае трансляции через сторонние какие-то стримы. Допустим через стрим, который проводит какой-то ютюбер у себя на ютюб канале. За просмотр на ютюб каналах вы не получите этих ключей. Я сейчас показал вам первая закладка. Вы видите, начало трансляции будет через 36 часов. Это вторая трансляция, которая будет 12 ноября в воскресенье в 5.00 по Киеву в моем случае. В вашем случае смотрите по ссылочке, которую я тоже добавлю. Как посмотреть время цест. Ну и соответственно где это все искать. Как посчитать в вашем регионе, в котором часу начинается трансляция. Если отсюда возвращаемся назад, то соседняя закладка это первый день. Здесь в принципе так и прописано, что day one. И здесь уже трансляция будет через 12 часов. В 5 часов утра по Киеву для меня 11 ноября. То есть соответственно завтра, в субботу. Что необходимо дальше? Если вы вот здесь вот не видите свой логин, вам необходимо залогиниться. В принципе, когда вы будете заходить через желтую ссылку, которая скорее всего добавят все-таки в новостях, но чуть позже. То вот здесь вот по центру у вас появится красная клавиша, на которой будет написано либо авторизироваться, либо на английском языке. Логин. Нажимаете на эту красную клавишу, вам открывается дополнительная страница на телефоне, перекрывающая эту страничку. Либо, если вы делаете это на компьютере через браузер, то соответственно откроется дополнительная закладка с вашей авторизацией. Вводите в авторизации свой имейл, которому подвязан ваш аккаунт. Ну и соответственно пароль от вашего аккаунта. Если залогинились, здесь у вас появляется ваш никнейм игровой в правом верхнем углу. Так что первое, на что необходимо обратить внимание, это наличие вот этого никнейма. Далее, ребят, я бы рекомендовал вам хотя бы за 15 минут до начала трансляции зайти на эту страницу. А вообще лучше не закрывайте ее, пусть она будет открытая у вас на какой-нибудь вкладочке. И посмотреть, началась ли трансляция стримером. Как правило, те ребята, которые комментируют, они заблаговременно начинают прямую трансляцию. Ну и соответственно вы убеждаетесь в том, что у вас прямая трансляция идет. Как убедиться в том, что прямая трансляция пошла? Это посмотреть на наличие таймера. Обычного вот такого вот приблизительно серого цвета будет отображаться таймер идущего стрима, идущий прямой трансляции. Там, где будут комментироваться соответствующие бои. Как убедиться в том, что для вас началась трансляция, за которую вам будут начисляться ключи? Когда будет запущена трансляция, точнее не так, когда будет старт отсчета времени просмотра трансляции, вам появится окошечко такое, вот эта страница пропадет и тупо по центру будет красная клавиша. Я не помню, честно говоря, что на ней там написано, но я думаю вы увидите это в моих видосах, которые я выложил в виде ссылок в описании к данному видео. Короче говоря, вам просто необходимо подтвердить, что вы присутствуете на начале трансляции. Кликнуть на этот значок красного цвета, ну и соответственно вернется назад это диалоговое окно. У вас будет идти дальше трансляция, но вам необходимо убедиться в том, что рядом с серым таймером появится таймер голубого цвета. Ну вот приблизительно как вот эта вот наша птичка твиттера. Этот таймер он тоже должен идти, цифры на нем будут отличаться, потому что они будут показывать количество просмотренной прямой трансляции львами, которые идут в зачет. Вот идут в зачет вот в эти 55 минут за один ключ, который вы будете получать. Ну и соответственно, ребят, убедитесь в том, что вот эта полоса, она тоже начинает заполняться голубым цветом. Это значит, что у вас пошел отсчет. Почему я говорю, что необходимо это сделать забраговременно? Разработчики дают дополнительных 10 минут для того, чтобы вы могли перейти на какую-то другую трансляцию. Возможно вы на нее опоздали. У вас будет всего 10 минут на то, чтобы если вдруг у вас здесь таймер не пошел, или у вас не заполняется эта полоса, то перейти на другую страницу. Вернуться тупо назад, выбрать другого автора и соответственно там попытаться запустить для себя трансляцию. Что касается глюков, у меня были глюки в отношении трансляции. А именно, идет заполнение вот этой полосы голубой, но таймер у меня стоит тупо на нулях. Несмотря на это, мне были начислены в свое время ключи, а до этого были начислены контейнеры. Короче говоря, награды начислялись. Но пожалуйста, будьте внимательны, чтобы все работало и показывало, что действительно идет начисление вот этих вот минут за просмотры. Ну и соответственно, будет начисление ключа. Здесь написано 0 из 3, это значит, что у вас сейчас 0 ключей из 3 возможных. Соответственно, когда вы просмотрите первые 55 минут данной прямой трансляции, у вас здесь появится вместо 0 единица, потом двойка и тройка, если вы просмотрите соответственно 3 раза по 55 минут. Какие еще есть нюансы? Многие ребята не хотят смотреть трансляции полностью, хотят просто их запустить и благополучно лечь спать. Да, такой вариант возможен, но стоит помнить, что вы ни в коем случае не должны закрывать свое диалоговое окно с трансляцией. Это первое. Второе. На своем компьютере, на своем телефоне убедитесь, что у вас отключен спящий режим. Спящий режим это когда при бездействии компьютера либо телефона гаснет экран и соответственно эта трансляция потухнет и начисление продолжаться не будет. Также помните, что в ваших телефонах в первую очередь, скорее всего, нет возможности откручить полностью спящий режим. Ну и соответственно вам необходимо будет через каждые там полчаса, по-моему на многих телефонах это максимальное время ждущего, ну то есть режима ожидания действия от владельца, через каждые там 25 минут кликать по экрану, то есть показывать телефону, что вы здесь все окей, чтобы он не отключился. Это для того, чтобы не потерять вот это все. Какой есть маленький лайфхак для тех, кто хочет параллельно пользоваться интернетом, но чтобы трансляция продолжала идти, у вас одно устройство и соответственно вам не хочется, чтобы все 2 часа 45 минут тупо шла трансляция и вы не могли пользоваться компьютером. Можно сделать следующее. Вот здесь наверху, я не знаю, как правильно называется эта клавиша, она находится между черточкой и крестиком закрытия диалоговых окон. Так вот, здесь есть клавиша, которая раскрывает диалоговое окно во весь экран и нажав на нее, у вас это диалоговое окно становится не развернутым на весь экран, а меньшего размера. Нажимаете на эту клавишу, у вас экран становится, точнее диалоговое окно становится меньше вашего экрана и после этого вы берете, нажимаете на закладку с прямой трансляцией и просто вытягиваете ее вниз. Когда вы это сделаете, у вас появится 2 диалоговых окна, одно большое и второе меньше. Делаете себе это окошко, приемлемых для вас размеров, оттягиваете его в правую сторону, ну а соответственно большое диалоговое окно делаете тоже чуть меньше, чтобы они не перекрывали друг друга. В таком случае будет идти трансляция, будет идти начисление, но в соседнем диалоговом окне, допустим на вот такой вот какой-нибудь страничке, вы сможете пользоваться интернетом. Только в таком случае, если вы просматриваете на полностью развернутом диалоговом окне вашего браузера прямую трансляцию и при этом переключитесь хотя бы даже на секунду, вот так вот сделаете, перейдете на соседнюю закладку, то на вот этой вкладке, ребят, прямая трансляция для вас сразу остановится. Когда вы на нее вернетесь, у вас запросит подтверждение, что вы продолжаете смотреть трансляцию. Ну и соответственно все время вашего отсутствия на этом диалоговом окне, это время вам в учет по ключам идти не будет. Короче говоря, ребят, если вы хотите получить еще какую-то дополнительную информацию, в частности в отношении нюанса поиска прямой трансляции с телефона, обязательно посмотрите те видео, которые я положил в виде ссылок в описании к данному видосу. Я их положил туда не для того, чтобы вы набили мне дополнительных просмотров у меня на канале. Я их положил туда для того, чтобы никто из вас не потерял возможность получить ключи, которых многие из вас хотят. Поверьте мне, я стараюсь специально для вас и очень надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Ну и соответственно вы отблагодарите меня комментарием, лайком. Ну а если смотрите меня первый раз и уж тем более, если вы смотрите меня не первый раз и делаете это без подписки, ребят, мне кажется, что объем полезной информации, которую вы можете получать на моем канале, достаточен для того, чтобы вы отблагодарили меня подпиской и сделали это прямо сейчас. Нажмите на подписку, нажмите на колокольчик для того, чтобы ничего не пропустить. Повторюсь еще раз, если вы будете все-таки ждать ссылки, то ищите эти ссылки вот здесь в новостях. В ленте новостей либо появится новая новость, либо заходите периодически в старую вот эту новость в отношении информации по грядущим трансляциям, пролистывайте, ну и соответственно ищите желтые ссылки с именами тех ребят, которые будут это событие комментировать. Очень надеюсь, что был вам полезен. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, я попытаюсь на них ответить. Времени не так уж и много, комментариев, как правило, очень много, но я все-таки попытаюсь пределить ту или иную долю внимания каждому из вас, если ваш вопрос действительно является очень острым, и я не раскрывал его в этом видео. Спасибо вам большое за просмотр. Всем желаю получить все ключи и обязательно потом похвастаться в комментариях по поводу того, что вы смогли собрать за ключи, полученные с прямых трансляций. Спасибо вам большое, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.